Здравствуйте! Сегодня мы с вами продолжим знакомство с графическим интерфейсом пользователя. Познакомимся с библиотекой Kinter. Мы рассмотрим, что такое виджеты, основные виджеты, их свойства и как они располагаются на окне либо в рамке. Как мы знаем, в Python есть довольно много GUI-интерфейсов для создания графических интерфейсов пользователя. И только Kinter является встроенным в стандартную библиотеку языка. Он является кросс-платформенным интерфейсом, поэтому один и тот же код можно использовать как на Windows, так и на MacOS и на Linux. Визуальные компоненты отображаются через собственные элементы текущей операционной системы, поэтому приложения, созданные с помощью Kinter, выглядят так, как будто они принадлежат той платформе, на которой работают. Kinter – это графическая библиотека, которая позволяет создавать программы с оконным интерфейсом, так называемое программирование под Windows. Эта библиотека перенесена на Python, это не родная библиотека. Она, хоть и внедрена, она широко известна, библиотека широко известна в мире Unix-систем. Для изучения Kinter можно использовать туториалы этих систем. Импортируется стандартным образом через команду Import Kinter или же From Kinter Import Все. В Kinter визуальные контролеры называются виджетами. Это стандартизированный компонент графического пользовательского интерфейса, с которым взаимодействует пользователь. Сегодня мы с вами рассмотрим основные виджеты. Самый простой виджет – это окно Windows. Для того, чтобы создать такое простое окно, нам необходимо набрать код, состоящий из трех команд. Первое – Import Kinter. Мы импортируем библиотеку. Дальше создаем объект Windows, объект класса Kinter. Дальше мы создаем обработчик событий для корневого окна – это window.mylum. В данном случае, если у нас не будет вот этой команды, то наше окно, оно не будет… Ну, не увидите вы результат вашей работы, он не будет просто визуализировано. Одним из основных компонентов по работе с виджетами является кнопка. Кнопка – это стандартная кнопка, с которой вы обычно знакомы. То есть, когда вы щелкаете – там «да», «нет», «следующий» либо «предыдущий». Эта кнопка имеет свойство текст, то есть текст, который будет отображен на кнопке, размеры, ширина, длина кнопки, цвет кнопки, цвет текста на кнопке, шрифт и размер, в котором написан текст на этой кнопке. Следующий компонент или виджет – это лейбл. Лейбл – виджет, который предназначен для отображения какой-либо надписи без возможности редактирования пользователя. Он имеет те же свойства, что и виджет-кнопка. Рассмотрим небольшой пример, импортируем, создаем окно, на которое будем размещать наш лейбл. Создаем лейбл – это из библиотеки Tinder.label, то есть обе от класса Label, библиотеки Tinder. Размещаем мы его на Windows, то есть здесь параметры, где мы будем размещать. Помимо Windows, помимо окна можно размещать на фрейме, то есть на рамках. Задаем ему текст, это текст в окне. Размещаем, с этим мы сейчас познакомимся чуть-чуть позже, и выполняем нашу программу. То есть мы вот на все окно разместили лейбл. Лейбл имеет текст, это текст в окне. Entry – это виджет, позволяющий ввести информацию, не просто отображать, но и вводить. Это однострочный редактор. В отличие от предыдущих компонентов, он имеет еще одно дополнительное свойство, это BD. Компонент, который позволяет, вернее, свойство, которое позволяет регулировать ширину границы. Так как это текст, который вводит пользователь, мы можем получить весь текст через метод get. Мы можем удалить текст, либо весь, либо часть текста через метод get и можем вставить новый текст через insert. Текст виджета, он индексируется. Индексация начинается с нуля, как и для стринга, для строковых типов. Если нужно удалить один символ, мы указываем, конкретно какой-то один символ. Здесь я указываю, что с нулевого по четвертый символ, четвертый не включается. Если нужно вставить информацию, я указываю, где, с какого символа вставить, и указываю, что вставить. Если я пытаюсь вставить не с нуля, а с пятого или с десятого символа, а сам редактор пустой, то есть там ничего нету, то независимо от того, какой я аккординату здесь указала, текст будет вставиться с нуля, с самого начала. То есть не будет пустых пробелов слева. Если же там что-то есть, то я могу указать, с какой позиции вставить. Если даже будет наложение на текст, то я как бы раздвину текст и вставлю между текстом. Еще один виджет – это текст. В отличие от предыдущего, это многострочный текст. Он имеет те же свойства, что и entry, плюс свойство wrap, которое позволяет переносить слово по словам текст. Для того, чтобы позволить перенести, нужно поставить в свойство значение word, значение слова. То же самое создается родительский компонент. Можно поставить в Windows, можно поставить root. Тогда здесь будет root-майн-луп. На данный компонент, вот я на root, разместила текст 1 класса текст. Здесь указала размеры, указала шифр, шрифт и сказала, что слова будут переноситься. Разместила компонент в окне и завершила программу. Над виджетами текст, так же, как и над entry, можно проводить три основные операции. Это получение текста через метод get, удаление через delete и вставка через insert. Но они работают немножечко по-другому, так как это многострочный редактор. То есть текст располагается как в строке, так и внутри строки. Метод get, в отличие от метода get and try, он требует хотя бы один аргумент. И если этот один аргумент мы даем, то он возвращает один символ. Если же нам нужно получить несколько символов, то мы указываем два аргумента. Причем индексация идет как начальные и конечные индексы. Начальные и конечные индексы, в свою очередь, состоят как составные индексы. Вот здесь вот у нас идет составной индекс. Первый индекс – это начало номер строки, второй индекс – это номер символа в строке. Строки номераются, начиная с единицы, а символы в самой строке, как и для стринга, номеруются с нуля. То есть вот эта запись означает один символ, который располагается в первой строке. И это первый символ в первой строке. Если я ставлю 2.3, то это будет на второй строке четвертый символ, так как номерация идет с нуля. И если мне нужно взять несколько, то я указываю вот так через запятую, как диапазон. То есть в данном случае работаю с первой строкой. В первой строке, начиная с первого символа под номером 0, беру 4 символов до 5. Метод delete удаляет либо один символ, либо несколько символов. То есть я также его использую с одним аргументом, либо с двумя аргументами. Если, как еще раз сказал, один аргумент удаляет один символ, если два аргумента, то он будет удалять от начального до конечного, конечный не включая. Метод insert также может быть организован в виде двумя аргументами. Либо он будет ставить текст в указанную позицию, если уже текст имеется, либо в указанную строку, если номер символа превышает индекс последнего символа в текстовом боксе. Следующий видит листбокс – это список. Список первый, список второй. Можно выбрать элементы из этого списка. Но у этого видита есть дополнительное свойство – select mode, которое, если берет значение single, то позволяет выбрать только один элемент из списка, один из городов, а если extended, то любое количество любых элементов списка. Например, на родительский компонент, на root, поставила листбокс один, задала размеры, говорю свойства extended. То есть вот с этого окна я могу взять сколько угодно элементов, а вот со второго списка я могу взять только один элемент. Как вот эти значения занести в списке? Сформировала лист один стандартным образом, вы это уже знаете. И дальше в цикле каждый элемент добавила в листбокс один, либо в листбокс два. Разместила подряд. Поставила сначала листбокс один, значит первым у меня пойдет вот этот список, под ним пойдет второй список. Еще один компонент или виджет – это фрейм, это рамка. Рамка предназначена для организации виджетов внутри окна. На рамку можно располагать любые другие виджеты, так же, как и на окно. То есть на окно мы располагаем виджеты, если их немного, если же у нас приложение содержит много виджетов, достаточное количество, то лучше их расположить на рамке. Рамка имеет такие же свойства, как и предыдущие виджеты. То есть можно задать размеры, можно задать цвет, бордюр, размеры. Но помимо этих свойств у него есть еще одно свойство, которое называется рельеф. И этот рельеф создает границу вокруг рамки. Существует пять значений, которые может применить этот атрибут. Это никакого эффекта. Сразу давайте на примере. Вот первая рамка не имеет никакого эффекта. Вторая рамка, она имеет эффект углубления элемента. Третья рамка, она имеет эффект, наоборот, выпуклости элемента. Четвертая рамка имеет эффект, врезанная в текстуру рамки, то есть как бы выемка. И пятая рамка имеет эффект выпуклой выемки. По умолчанию, если мы это свойство не используем, то наша рамка будет выглядеть таким образом. То есть ничего, без всяких эффектов. Здесь для того, чтобы использовать этот атрибут, нам необходимо установить значение атрибута borderWave больше, чем один. Как создать такие одновременно разные? Сначала создала словарь. Значением словаря является наше значение атрибута. А ключом задала сама имя. То есть то, что здесь у меня отображается, это ключ. И далее в цикле для каждого элемента словаря я создаю объект frame, располагаю его на width, задаю свойства, говорю ширина, и располагаю через левый край. То есть сначала не сверху вниз будет, а сначала слева расположу, потом от него слева, от него слева и так далее. Еще один компонент, с которым мы сегодня познакомимся, компонент check button, это виджет, который позволяет отметить галочкой или же выбрать определенный пункт в окне. То есть он позволяет сделать несколько выборов, многовыборный, так скажем, компонент. Этот компонент обладает основными свойствами, которые мы до этого рассматривали у компонентов, то есть цвет, размер, надпись, шрифт. Но плюс к этому у него есть еще одно свойство. Это свойство значений переменной variable и он валуе либо офф валуе. Int var, вот если вы здесь обратили внимание, я двум переменам var1, var2. Это переменные класса int var. Это специальный класс библиотеки, который работает с целыми числами. Его свойства, вот variable, он позволяет связать конкретный виджет, чек 1, то есть первый виджет, с первой переменной. Что здесь будет? Это будет связано с первой переменной, с первым чек баттелом. И свойства он валуе, офф валуе, они будут присваиваться прикрепленному к виджету переменной значению, то есть именно var1 и var2. Они будут иметь значение единичка или он валуе, если выбран пункт, и офф валуе, если пункт не выбран, либо же не выбран или ноль. И последний компонент, который мы сегодня рассмотрим, последний виджет, это радио баттон. В отличие от чек баттона, он позволяет сделать один выбор из нескольких, то есть он не поддерживает множественный выбор. Здесь те же свойства variable, валуе. Здесь свойства валуе будет менять свое значение, так как у нас всего одна перемена, и имеется лишь выбор одного из нескольких. Поэтому в зависимости от того, что я выбрала, будет меняться значение валуе 1, 2, 3. И вот здесь, что будет связано, оно будет зависеть от того, что я выбрала, располагается один под одним, 1, 2, 3. Мы рассмотрели основные виджеты, некоторые свойства, основные свойства этих виджетов. Теперь перейдем к понятию упаковщика. Мы, наши выбранные виджеты, либо созданные виджеты, должны правильно расположить, либо в рамке, либо на окне. Для этого существуют упаковщики, или их еще называют менеджеры геометрии. Упаковщик – это специальная программа, которая размещает или упаковывает виджеты на окне. Их три – pack, place, grid. Упаковщик pack – это самый простой упаковщик, так как его можно вызывать без указания свойств. С ним мы сегодня сталкивались, да, мы упаковывали наши виджеты через pack. Он простой. При упаковке виджетов на окне или на фрейме он проходит два этапа, да, его алгоритм связаны с двух этапов. Первый – это расчет прямоугольной области, который называется участком. Этот размер области подходит для вмещения виджета. Вот разместила виджет, а все остальное пространство окна, оно остается пустым, незаполненным. И если у меня этот упаковщик используется без аргументов, то идет центрирование виджета, то есть располагается сверху по центру. Рассмотрим на примере. Тут три фрейма. Создано фрейм один, фрейм два, фрейм три. Заданные размеры, заданные цвета. Если обратили внимание, красный в два раза больше, чем желтый, желтый в два раза больше, чем синий. И расположены они по умолчанию один под одним. То есть сначала размеры первого фрейма установились по центру окна, потом по центру второй, потом по центру третьей. Если же мне нужно… Вот в предыдущем примере, если я сейчас сдвину размеры окна влево, вправо, вверх, вниз, у меня будет много пустоты. То есть рамки сдвинутся, они всегда будут находиться по центру, но вокруг них будет пустота. Я могу заполнить рамки либо по горизонтали, либо по вертикали. Здесь у меня заполнение fill идет по горизонтали, по аргументу x. То есть если я буду растягивать окно влево либо вправо, вот здесь на экране шире окно, оно мне заполняется влево или вправо. Но если я буду делать вверх-вниз, будет пустота, так как координаты y у меня здесь нет. Если у меня здесь будет координата y, то наоборот будет заполняться сверху вниз. Они будут растягиваться по ширине. А чтобы располагалось, растягивалось и по ширине, и по высоте, нужно будет использовать буф. Тогда она будет рассматриваться одновременно. Помимо этого, метод сайт, он уточняет, на какую сторону окна виджет должен распрещаться. То есть если вы только что внимательно посмотрели, красный, желтый, синий сверху вниз, это по умолчанию. Можно слева, можно справа, можно снизу, можно сверху вниз. За это отвечают такие значения метода сайт, как top, bottom, left, right. Пример разберете самостоятельно. Здесь следует указать, что если я буду сдвигать размер окна, хоть слева направо, хоть справа вниз, хоть в двух направлениях, то они одновременно будут заполняться по всем направлениям цвета. Второй упаковщик, либо второй менеджер, это упаковщик place. Этот упаковщик не такой простой, как grid, но он удобен тем, что требует указывать, как именно, где именно расположить виджеты. То есть упаковщик имеет две координаты, либо два аргумента, x, y. Начало у нас, x, y равное нулю, это верхний левый угол, то есть вот отсюда начинаем располагать виджеты. Вот в данном примере я расположила кнопку button 1, начиная с верхнего левого угла. В зависимости от того, какого размера кнопка была, либо маленькая кнопочка будет, либо на все окно кнопка будет. Этот упаковщик не всегда используется. У него есть два небольших, вернее, два значимых недостатка. Во-первых, через этот метод очень трудно настраивать макет. Если много виджетов, то я должна запомнить, где расположила первый виджет, где он завершился, с какими координатами, как от него сдвинуть влево-вправо следующий виджет. И этот метод, либо этот упаковщик, он не позволяет адаптировать мои виджеты. То есть если я буду растягивать окно, то виджеты растягиваться не будут, как при паке. Третий упаковщик – это грин. Это упаковщик, который представляет собой сетку с ячейками, в которую мы помещаем наши виджеты. Естественно, сетка невидимая. Он имеет три свойства. Номер строки, номер столбца и количество ячеек, которые должен занимать виджет. Это не обязательно. По умолчанию виджет занимает одну ячейку. Например, у меня будут располагаться три кнопки button и один однострочный редактор. Если вы обратили внимание с конца ночного, кнопки располагаются все в первой строке, в первой строке под номером один, начиная с левого края, потом возле него будет вторая кнопка, потом будет третья кнопка. Располагаться в строчку три кнопки подряд. Над ними, в нулевой строке, будет располагаться однострочный редактор. Он будет начинаться с левого угла, как и первая кнопка. Но занимать он будет, этот редактор, не одну ячейку, а все три ячейки. То есть как бы стоят три кнопки и над ними стоит одно поле ввода. При работе с ними, с упаковщиками, существует такое понятие, как отступ. Отступ – это пустое пространство, которое отражает, окружает виджет и визуально отделяет его от всего содержимого. У грида есть отступы, как внешние, так и внутренние. Внешние отступы добавляют пространство вокруг ячейки, сетки. Управление осуществляется с помощью двух аргументов метода грид. Это под х добавляет отступ в горизонтальном направлении и под у добавляет отступы в вертикальном направлении. Отступы измеряются в пикселях. Также при расположении упаковщика, с помощью этого упаковщика есть такой параметр, как стаки. Этот параметр принимает значение, состоящее из одной буквы или из комбинации букв. И он позволяет располагать содержимое внутреннего текста виджета. Здесь у нас, например, расположены две метки, один лейбл, два, то есть как бы они заняли по полокна. Первая метка имеет текст А, вторая метка имеет текст Б, первая метка, первый лейбл, расположены N, N это у нас выравнивает поверхность центральной части ячейки, то есть выравнивается вот здесь, сверху, по центру. св, это комбинация юг, нижняя и восток. Существуют параллели между методами фил, заполнения, и методом упаковщика грид, стайки. Если по Y, то это NS, если по X, то это EV, и если полностью, то это комбинация всех возможностей север-юг, запад-восток. Итак, сегодня мы с вами познакомились с основными виджетами библиотеки Kinter, основными свойствами этих виджетов, и тремя способами упаковки этих виджетов на либо фрейме, либо на окне. На экране вы видите вопросы для закрепления, которые должны уметь ответить, и, как всегда, список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено.